Сейчас я покажу, как сделать вот такую резинку для волос в форме цветка. Для работы нам потребуется атласная лента, резинка или еще называется декоративный шнур, ножницы. Крючок я взяла тоненький, 1 мм, можно взять чуть-чуть потолще. Я взяла тонкий крючок из-за того, что у меня очень тонкая нить. Вот такой хлопок у меня 100%. Можно и синтетической нитью обрезать. И зажигалка для того, чтобы опалить ленту. А, также еще потребуются 2 бусинки. Просто здесь у меня на столе нет, потом я их возьму. Для начала нужно будет опалить ленточку с одной стороны. Я уже это сделала, поэтому показывать не буду. Это делается для того, чтобы лента не распускалась. Теперь берем нить и делаем первую петельку. Дальше нужно взять ленточку, сложить ее вот таким вот образом и сделать закрепление нити вот таким вот образом. И затянуть. Так, а дальше я буду делать небольшие лепестки и закреплять их при помощи нити. То есть, вот таким вот образом получается вот такой вот лепесток. Нужно сделать столько лепестков, сколько вы хотите. Но вот на образце у меня всего 9 лепесточков. То есть, мы складываем ленточку вот таким вот образом. И вот в этом месте закрепляем при помощи нити. То есть, достаточно простое выполнение. Единственное, здесь не очень удобно это делать, потому что нить тонкая. Как бы нужно еще удерживать ленту. Но, в принципе, это реально можно сделать. То есть, вот я уже один цветочек сделала. Итак, вот я провязала необходимое число лепестков. То есть, у меня 9. Теперь здесь нужно обрезать ленточку и опалить ее с этой стороны. И так, у меня получилась вот такая вот конструкция. То есть, здесь нужно соединить как бы с началом вязания, чтобы получилась форма цветка. То есть, сейчас я буду скреплять. Я в камеру не буду, потому что очень мелко. То есть, вот с этим, с начальной петелькой я буду делать соединение обычным столбиком. Можно провязать без накида, либо полустолбиком. И так, вот я сделала скрепление. То есть, получился вот такой вот цветочек. Дальше нужно взять небольшой кусочек резинки. Я складывала вдвое. То есть, обвязывала как бы двойную резинку. То есть, вот резиночка. Она обвязана. Сейчас ее нужно будет вот таким вот образом обвязать. И из остатков резинки сделаем тычинки для цветка. То есть, сейчас нужно отрегулировать вот это вот колечко, чтобы оно было одинаково, одинакового размера. То есть, где-то вот так. И нужно будет привязывать резинку к цветку. Итак, привязываю резинку к цветку. Таким же образом, как крепление ленточек. И дальше мне нужно будет вот эту вот двойную резиночку. То есть, хвостики мы оставляем. Обвязать. Отвязывать я буду обычными столбиками без накида. Вот таким вот образом. Здесь достаточно часто и должно быть вязание. Потому что резинка будет растягиваться. То есть, петельки должны находиться близко друг к другу. Ну и так далее. То есть, нужно обвязать всю резиночку. Получится вот такая вот резинка обвязанная. Итак, вот я обвязала резинку. Теперь, поскольку она у меня на одной петельке только держится, ее нужно привязать несколькими столбиками к цветку. Чтобы она как бы покрепче немножечко была. Лучше побольше сделать столбиков, чтобы резинка не отрывалась. Так, на этом, в принципе, мы заканчиваем. Здесь нужно ниточку будет обрезать. И вот эти две нитки, начальную и конечную, нужно будет связать между собой. И аккуратненько либо убрать вязание резинки, либо спрятать внутри цветка. Далее, вот эти два хвостика резинки мы вынимаем по центру цветка. То есть, их нужно будет аккуратненько крючочком протащить через весь цветок. И затем на них нужно будет одеть бусинки. Итак, вот я вытащила резинки. Сейчас я их свяжу между собой. И дальше на них нужно будет одеть бусины. Сейчас я покажу, как это сделать. Для начала в бусинку нужно будет вставить петельку из тонкой нити. Так как резинка достаточно толстая. Одеваем петельку на резинку. И аккуратненько одеваем бусинку. Вот таким образом. Затем здесь нужно завязать узелок. Это можно сделать сначала. То есть, сначала завязать узелок. То есть, отмерить необходимое расстояние. И затем завязать уже конечный узелок, чтобы бусинка не спадалась с резинки. Узлы я не буду в камеру завязывать. Я думаю, завяжете сами. Остается только обрезать лишние хвостики. И резинка для волос готова.